Всем привет! Вы на канале Процветок, где мы помогаем вам растить свой сад здоровым и урожайным. С вами Юлия, и сегодня мы поговорим с вами о том, как обрезать вишню, а точнее ту форму вишни, которая относится к древовидным. Дело в том, что вишни есть двух основных типов, кустовидные и древовидные. И именно со вторым мы имеем дело. Для этого типа вишен характерен сильный рост вверх. Они действительно похожи на красивые деревца. У них густая крона, много ветвей, которые несут в основном плодовые почки на однолетнем приросте. Какие же особенности обрезки вишни? Вишни склонны к загущению, поэтому основная операция это прореживание. Мы должны сделать крону просвечиваемой, продуваемой, ажурной. Для этого мы убираем все ветки, которые растут внутрь, трутся, перекрещиваются, загущают крону. Ну и конечно мы убираем все сухое и больное. И в конце мы делаем снижение кроны, потому что высокую вишню очень сложно защитить от дроздов и скворцов, основных любителей этой вкусной ягоды. Следует помнить, что вишня, как и черешня, относится к культуре с очень низкой пробудимостью почек. Поэтому все срезы мы делаем либо с переводом на боковую веточку, либо делаем укорачивание однолетнего прироста там, где есть почки. Если у яблони и груши мы спокойно можем сделать срез вот так, и здесь проснутся спящие почки и дадут целый пучок молодых побегов, волчков. Из них мы можем выбрать себе один-два красивых. То у вишни, к сожалению, такой прием не проходит. Поэтому резать будем с переводом на боковые веточки. Ну и, конечно, после того, как вы завершите обрезку, не забудьте замазать все срезы и провести первую искореняющую обработку от болезней и от вредителей, которых на вишне тоже хватает. Да, мы убираем все поломанное, все сухое, которое не несет никакой полезной нагрузки. Растущие внутрь мы тоже убираем. Во время обрезки обращайте внимание вот на такие оставшиеся листики, соцветия, завязь. Это следы поражения манилиальным ожогом. Такие веточки мы обязательно вырезаем с захватом здоровой древесины и обязательно с переводом на здоровую почку или на здоровую веточку. Здесь образуются споры возбудителя манилиального ожога, и они заразят еще больше цветков на дереве. Такие убираем однозначно в ведро и в костер. Потихоньку переводим на пологие веточки, снижаем крону. Нам не нужны огромные высокие вишни. Наши вишни должны быть кудрявые, кучерявые и низкорослые. Все больные вырезаем. Вырезаем все растущее внутрь кроны. Больное. Вот здесь больные веточки. Здесь вот у нас перекрещиваются. Убираем. Убираем все сухое, все больное. Оно нам здесь не нужно. Немножко снижаем крону. Вот еще один пример манилиального ожога. Просто хрестоматийный пример. Идеально. Такие ветки однозначно убираем. Это все инфекция. В саду ее быть не должно. Все, что растет внутрь крону, я вырезаю. Так. Снижаем крону. Тихо, тихо, тихо. Ой, блин. Кому что, окошко март. Так. Вот сейчас вы видите, какой компактной, ажурной, прозрачной стала вишня. Кто-то скажет, что урожая будет меньше. Нет. Урожая будет достаточно и для вас, и для дерева. И не забудьте, кстати, если не успели покрасить свои деревья, очень солнечная погода, провести искореняющую обработку ранневесеннюю. Ну и, конечно, подписаться на наш канал. Смотрите про цветок, ставьте лайки, задавайте вопросы. Процветание вам и вашим вишням. С вами была Юлия Кондратенок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok